С Богом, что называется. Здравствуйте. Сегодня наша 24-я музыкально-поэтическая встреча в творческой лаборатории «Северное сияние». Я смотрю, зрителей у нас много выступающих, тоже много. Слава Богу, хоть и пандемия, хоть и болезни всех нас накрывают в связи с осенью. Не всех, нет, но близких. Но если накрывают, мы выплываем. Мы молодцы, мы все тут молодцы. Наша сегодняшняя встреча называется «Я люблю тебя, жизнь». Что хочется сказать, что мы все любим жизнь, мы все живем. У нас, не умею я говорить, как поэты, как прозаики. Просто мы можем с мужем петь о жизни. Хочется сказать, что многие из наших знакомых, к сожалению, многие сейчас больны. Это член нашей творческой лаборатории «Северное сияние» Галина Городова, которая, помимо того, что у нее серьезное заболевание, и во время химиотерапии она заразилась ковидом. Но слава Богу, она сейчас дома. Так что мы ей шлем привет. Галочка, давай выздоравливай, нечего хандреть. Да, давай сюда приходи, пой на песни свои. Теперь сегодня мы будем... Я прочитаю стихотворение, стихи, стихотворение. Лучше сказать, да, стихотворение. Мне это слово больше нравится, чем стихи. Так же, как мне нравится слово «песенка», так же больше стихотворение. Я в маленькое такое вот вступление, переключая программы телевизионные, я попала на программу «Спас». И там был документальный фильм о людях с ограниченными возможностями, которые преодолели себя. И в частности, не буду пересказывать фильм этот, но этот фильм надо просто документально смотреть. Это очень интересный документальный фильм, потом дам вам ссылочку. И там прозвучали стихи поэта Людмилы Кумовой из Зеленокумска. Это Краснодарский край. И они меня так задели, что я стала разыскивать этого поэта. Нашла ее в стихах Ру, но, к сожалению, в стихах Ру у нее очень мало стихов, бы она не выставляла. И вот, передавая привет Людмиле, я бы хотела прочитать несколько ее стихотворений. Что наша жизнь? Что наша жизнь? Игрушка рока, которой ведает судьба, или отражение слов пророка, а может, времени раба? Для мотылька жизнь наша – вечность. Для нас же очень коротка. Когда мы смотрим в бесконечность, когда осознаем века, мы лишь песчинка во Вселенной. И вот в сравнении с жизнью звезд жизнь наша кажется мгновенной. Зачем живешь? Вопрос непрост. А может, жизни из ниоткуда так и уходит в никуда? Ты лишь живешь, живешь, покуда уходишь, вдруг из бытия? Нет. Наша жизнь – подарок Бога. И ты ее, мой друг, цени. Пред нами узкая дорога к добру и преданной любви. Вот такие, такие вот, да, хорошие стихи. Жизнь утверждающие. Вот еще стихи. Волнуйся. Люда, Людмила, она привязана к инвалидной коляске с самого детства. Но вот такой светлый человек, который вот такой жизнеутверждающий пишет стихи. И вот это стихотворение прозвучало в этом документальном фильме. Ах, зачем же вы смотрите, право, не так пристально, пристально вслед? Неужели не имею я право хоть сквозь щелку на мир посмотреть? Я ж такая же точно, как вы, только жизнь меня меньше ласкала, а болезни тяжелые, увы, как оковами крепко сковала. Что ж, что с тростью хожу еле-еле, спотыкаясь на каждом шагу. Я, как вы, рада птицам в апреле и цветам, что растут на лугу. Рада летним дождям я и грозам и пушистым снежинкам зимой, рада ярким, мерцающим звездам и осенней листве золотой. Как и вы, я мечтаю влюбиться и взлететь, как на крыльях любви. Но ко мне что-то синие птицы не летит все, зови, не зови. Да, я только в одном виновата, что мечтаю всему вопреки. И в мечтах все пытаюсь куда-то улететь от гнетущей тоски. На минутку задумайтесь, право, я такая же, в общем, как вы. Почему ж не имею я права помечтать о друзьях, о любви. И еще одно стихотворение, стихотворение признания. Я так для себя считаю. Спасибо, мама. Спасибо, мама, что ты есть. Спасибо, что всегда со мной. И хоть проблем у нас не с честь, поддержишь сильной ты рукою. Благодарю тебя, родная, за нежность этих синих глаз, что ни на что ты, невзирая, любовь мне даришь всякий раз, что ты не бросил меня. Бросают же детей другие, хоть связана болезнью, я прям как веревки другими. Прости, прости, что не всегда мне удается сильной быть, что начинает иногда комок и слез меня душить, что хочется порой всего, всего из жизни мне испить, всего или вовсе ничего. Не надо, надо сильной быть. Благодарю тебя за то, что ты порой меня ругаешь, ты разобраться, как никто в моих ошибках помогаешь. Ты научила меня жить и, несмотря, что жизнь жестока, ты научила жизнь любить и не сдаваться раньше срока. Мне хорошо с тобой сидеть, как мало все же для счастья надо. Спасибо, мама, что ты есть, спасибо, что всегда ты рядом. Иван, спасибо, что вы сказали такие хорошие стихи. Да, вот, Людмила Комова в Одноклассниках она есть. Вот, и наша встреча называется «Я люблю тебя, жизнь».